Привет, народ! Меня зовут Евгений, и это мой следующий урок. Многие из вас спросили об этом, поэтому я решил записать несколько советов по технике игры руками. При этом я буду говорить только об одиночных ударах, которые применяют для игры с кэнг и бласт битов. Хотя я и не буду говорить подробно о с кэнг и бласт битах, в настоящее видео вам должно помочь в улучшении их техники, так как я поделюсь с вами некоторыми соображениями насчет работы кистью и пальцами. Давайте начнем с выбора палочек. Палочки. Я не буду наставить на выборе какого-то определенного типа или размера. Некоторые барабанщики рекомендуют тренироваться с большими и тяжелыми палками, чтобы натренировать мышцы, а потом для выступления использовать легкие, чтобы таким образом облегчить задачу. Я такое не практикую, потому что я хочу привыкнуть к определенному размеру и весу. Есть такое распространенное заблуждение среди барабанщиков, что играя более легкими палочками, можно добиться большей скорости. Это не так. Так вот, вес палочек можно сравнить с натяжением пружины педали. Большие палочки добавляют мощь вашей кисти и скорость вашим пальцам. Захват. Чаще всего я использую так называемый американский захват, который представляет собой что-то среднее между французским и немецким. В случае более медленных ударов я кладу большой палец сбоку на палочку, а указательным пальцем охватываю ее. Я не зажимаю палочку жестко в руке, и остальные пальцы остаются свободны. Это предотвращает перенапряжение кисти. Когда я вью по барабану, палочка только касается моей ладони, отскакивает и ударяет по пальцам. Большое преимущество этого захвата в том, что вы используете как кисть, так и пальцы. Вы можете плавно переходить в игры кистью к игре пальцами, не нарушая дробь. Это также хорошо работает в обратном направлении. Этим захватом вы можете играть пальцами быстрые одиночные удары, как, например, бластбит в высоком темпе. В то же время можете сыграть дробь, перейдя на игру кистью. Техника кисти-пальцы. Для быстрых ударов кистью я использую всем известные движения кнутом. Большинство драмеров-металистов обычно используют эту технику только ведущей рукой. Во время традиционного бластбита они держат слабую руку прямо, чтобы удары по рабочему барабану были ровные. Использование комбинации слабая рука-пальцы, ведущая рука кнутом, позволяет добиться уверенного бластбита при высоких темпах. Несмотря на то, что вам может не хватать силы и контроля на меньшей скорости. Сочетание слабая рука-прямая кисть и ведущая рука кнутом дает вам, безусловно, больше мощи и контроля. Но в то же время труднее играть действительно быстро. Я играю уже почти 10 лет, но мои кисти начали укрепляться только сейчас. Хотя я уже 5 лет назад мог играть пальцами 260 ударов в минуту. Поэтому важно работать как кистью, так и пальцами. Нужно сложить эти два движения в одно. Как правило, это не резкий скачок от одного к другому, а вы переходите от руки к кисти, а потом от кисти к пальцам постепенно. Когда вы переходите от кисти к пальцам, тогда вы слегка выворачиваете кисти так, чтобы большой палец оказался сверху на палочке. Эту технику часто называют техникой Flying Fingers. Я не буду рассказывать об этом подробно, вы можете найти в интернете соответствующую информацию. Я только хочу показать вам следующее. Чем быстрее я играю, тем меньше пальцев я использую. Это очень похоже на свирел к голеню, который я вам показывал в своем первом уроке. Ваши пальцы двигаются совсем немного. Держите палочку ближе к сведению и применяйте больше давления. Эта техника работает хорошо в случае поверхности с хорошим отскоком. Вы можете играть даже 300 ударов в минуту с ее помощью. При этом это не нервное подергивание, а движение под вашим полным контролем. Расслабление. Все хотят играть быстро, но также важно научиться играть быстро длительное время. И сделать это гораздо труднее, если ваше тело зажато в одном положении. Вы очень скоро почувствуете напряжение и усталость. Я вам дам несколько полезных советов, которые облегчат ваши занятия экстремальной игрой на барабанах. Я называю эти движения расслаблением. Они помогают во время занятий на выносливость, выдержку, а также во время выступления. Начнем с верхней части тела и будем опускаться ниже шаг за шагом. Расслабление плеч или массаж. Этот способ может помочь, если вы играете 16 ноты одиночными ударами в относительно медленном темпе. Например, в бласт бит 200 ударов в минуту. Так как, скорее всего, вы будете играть исключительно кистью, вам придется приподнять руки, чтобы расстояние между ними и рабочим было чуть больше. Через некоторое время почувствуйте боль в дельтовидной мышце. Не останавливаясь, попробуйте сделать плечами несколько круговых движений назад. Это ощутимо снимет напряжение и позволит вам продолжить игру. Расслабление рук или колющие удары или удары молотком. Эти движения также используются в упражнениях на выносливость медленными одиночными ударами, а также, когда двигаете рукой взад-вперед или вверх-вниз. Это поможет избежать жжения в мышцах рук, расслабление кисти или паровоз. Я заметил, что пользуюсь этим приемом уже давно. Он включает движение кнута для обоих рук. Для слабой руки вы можете облегчить задачу и для начала попробовать без палочки постукиванием по коленям. Вам необходимо сосредоточиться на первом ударе. Просто вы пытаетесь уронить руки на свои колени. Не думайте о втором ударе, который похож на шлепок. У вас все получится естественным путем. Подготовка перед занятием. Прежде чем мы перейдем к упражнениям, я хочу дать несколько советов, которые вам пригодятся. Составляйте план и график занятий. Не так важно, в чем вы упражняетесь. Это может быть любое упражнение. Заметьте, что если вы хотите добиться прогресса в игре пальцами, вам не следует играть все время кистью. Прогресс будет в том, над чем вы будете работать. Очень важно, чтобы вы разработали для себя какую-то систему. Я приведу пример чуть позже. Разбивайте свои цели на мелкие шаги. Необходимо, конечно, мыслить масштабнее и мечтать о большем, но вы можете не справиться со слишком большой задачей с одной попытки. Неудача может сильно расстроить вас и разрушить вашу систему. Поэтому старайтесь оставаться реалистами. Мотивируйте себя. Мотивация – то, что заставит ваш план и график занятий работать. Распространенная проблема барабанщиков в том, что они часто не завершают то, что начали. Пропускают один-два дня занятий, полагая, что в этом нет ничего страшного. Это большая ошибка. Действительно, твоя техника не пострадает, если ты пропустишь один день. Но если ты один раз себе это позволил, ты начнешь лениться все чаще, и я уверен, ты снова и снова будешь пропускать дни. Необходимо быть чрезвычайно дисциплинированным и строгим по отношению к себе в этом вопросе. Если ты не уверен, что можешь быть последовательным до самого конца, лучше не начинай. Это будет пустой тратой времени. Пример системы. Как я уже говорил, приведу для примера разных упражнений, которые я использую. Очень полезно вести своего рода дневник вашего успеха. Я снимал видео каждый пятый день, чтобы задокументировать свой прогресс. Моя система включает следующие упражнения. Первый день. Растяжка. Растягивайте обе руки, все пальцы, каждую руку отдельно в двух направлениях минимум по 15 секунд. Можете растягивать каждый палец отдельно. Я обычно растягиваю всю ладонь. Стряхните руки. Потяните руки от себя и резко стряхивайте кисти до тех пор, пока не почувствуете тепло в руках. Эта разминка полезна также для стопы. 30 секунд перерыв. Упражнение на выносливость кисти номер один. 16 ноты дропь одиночными ударами. 10 минут 190 ударов в минуту. 5 минут перерыв. Когда делаете перерыв, важно отложить палочки в сторону. Вам может захочется что-то поиграть между упражнениями, и в итоге вы будете напрасно растрачивать свою энергию. Упражнение на выносливость кисти номер два. 4, 8, 12, 16 ударов каждой рукой 8 минутами, плюс 16 ноты дропь одиночными ударами по 2 минуты на каждое упражнение, что составит 10 минут со скоростью 200 ударов в минуту. 5 минут перерыв. Упражнение на выносливость пальцев. 16 ноты дропь одиночными ударами. 10 минут со скоростью 210 ударов в минуту. 5 минут перерыв. Упражнение на ускорение пальцами номер один. 1 такт, 8 ноты дропь одиночными ударами, плюс 1 такт, 16 ноты дропь одиночными ударами, 10 минут в темпе 240 ударов в минуту. 5 минут перерыв. Упражнение на ускорение пальцами номер два Два такта четвертные триоли Плюс два такта обычные восьмые ноты каждой рукой Десять минут темпе 260 ударов в минуту Пять минут перерыв Упражнение на ускорение пальцами номер два еще раз В этот раз в течение 20 минут, но темп 250 ударов в минуту Десять минут перерыв И в завершении упражнение на выносливость кисти номер один еще раз Десять минут, но темп 195 ударов в минуту вместо 190 Пять минут перерыв Длительность всего упражнения 2 часа 2 минуты На второй день вы выполняете те же упражнения, что прежде, но более длительное время Я продлеваю упражнения 6 и 7 на 5 минут каждое при неизменном темпе Моя система включает также правила, которые, вероятно, всем известны Упражнения плюс перерыв, которые по времени занимают половину времени упражнения То же касается расписания занятий по дням Я выполняю ежедневные упражнения в течение 20 дней Потом 10 дней перерыв, когда я даже не притрагиваюсь к палочкам и пэду Очень важно дать нашим мышцам и мозгу время для переваривания информации после изнурительной тренировки Через каждые 5 дней я наращиваю скорость выполнения упражнения 6 и 7 на 10 ударов в минуту Хотя и 5 ударов в минуту должно быть достаточно После завершения цикла 20 дней упражнений плюс 10 дней отдыха я начинаю все сначала При этом удваиваю количество тактов в упражнениях 5, 6 и 7 То есть играю 2-2, 4-4 и 4-4 тактов соответственно На 20-й день, играя упражнение 6, вы должны уже сыграть 2 такта на скорости 300 ударов в минуту каждой рукой При условии, что вначале вы играли 260 На 50-й день 4 такта на скорости 300 ударов в минуту На 80-й день 8 тактов и так далее Обзор системы Вышеописанная система является лишь примером Вы можете себе разработать свои упражнения Необходимо всегда работать над тем, что вы хотите улучшить Если упражнения на выносливость позволяют вам экономить энергию То упражнения на скорость натренируют ваше тело к достижению желаемых скоростей Обе эти цели достойны того, чтобы вкладывать в них труд Ежедневно увеличивайте на несколько минут время на упражнения, которое вам необходимо И увеличивайте темп каждые 5 дней Есть еще одна хитрость Натяните сильно пластик на рабочем или на пэге, если это возможно, чтобы получить хороший отскок Это даст вам ложное представление о вашей действительной технике Это правда, но у вас вырастут крылья, потому что вам будет легко играть, что будет побуждать вас продолжать занятия и следовать системе Конечно, не забывайте, что на остановке играть будет намного труднее Но такой ход может помочь вести ежедневные упражнения в вашу привычку Скорее, чем упражнения на мешке с песком, которые вызывают только раздражение и разочарование После того, как вы получили порцию положительного заряда, ослабьте пластик немного, чтобы заставить себя снова работать Эпилог Давайте еще раз посмотрим, что нужно помнить Все эти упражнения вы можете использовать как для рук, так и для ног Разработайте для себя комплекс упражнений, которые вы считаете для себя нужным Здесь нет нужды в особом креативе Каждое упражнение необходимо играть хотя бы по 10 минут без перерыва Здесь важна не выносливость, а контроль над мышцами таким образом, чтобы мышцы запомнили определенные движения до уровня, когда это превращается в привычку Постановка краткосрочных задач снижает риск того, что вы сразу же сдадитесь Видите журнал своих занятий Эти приемы не только помогут вам добиться быстрого прогресса, но, на мой взгляд, это еще самый приятный способ Перед вами откроется много новых дверей, и это поможет вам продолжить путь Я надеюсь, мой урок оказался для вас полезным, и вы узнали что-то новое Не забудьте посмотреть ссылки в описании Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь Желаю вам хорошо позаниматься и весело провести время До следующих встреч Конец связи